Привет дяденьки и тетеньки, а также рыболовные маньяки! Сегодня я один на Десногорском водохранилище, буду пытаться кого-нибудь поймать. Естественно, вот с этой вот хитрой штукой под названием Актив Таргет. Вот, кому не нравится, не смотрите, мне очень интересно, люблю я эту вещь теперь. Короче, на улице у нас минус 4, мне холодно, офигеть как, лапы мерзнут, все мерзнет, и до 10 часов я привязан к городу. Так как дядя Макс взял пульт от Хайбы, чтобы батарейки поменять, и все, и не принес его. Мне позвонил, Саня, я батарейки поменял, все хорошо. Ну, батарейки поменял, молодец. Только назад вернуть в лодку забыл. Ладно, фигня, до 10 часов поторчу тут на веревке, ну, а дальше видно будет, может, Макс со мной ловить рыбу будет. Погнали! Решил я сегодня начать вот с такой вот 90-й Касадаки, копии на Цуёке Вика. Короче, китаец, копия на китайца, 90-го размера. Он тяжеленький. Попробуем тут потаскать. Так, где он у нас? Сейчас мы его найдем. Где он у нас падает? Ага, падает. Будем ловить над коряжками. Так, вон он наш ратлин. Может, кто выскочит. Кстати, давайте отвечу на весь ратлинг. Наверное, на комментарии, который под каждым видео с актив-таргетом. Мне там кто-то постоянно пишет. Саня, отключи все датчики. Убери помехи с экрана. Ребята, датчики все отключены, остановлены. А помехи я специально не убираю. Ну, чтобы чувствительность была получше, тогда приманку лучше видно. Естественно, я могу сделать вот так вот. Подавление помех. Ну, вот, например, лов поставим. Ну, вот все. Ушли все помехи. Если медиум поставить, тут вообще будет идеально все. Ну, оставим лов. Мне, в принципе, помехи не мешают. И контраст тогда добавим. Вот так вот, чуть-чуть. Пусть будет вот так вот. Все ради вас. Косодаку не хотят. У меня как-то нет дружбы с косодакой. Что я не покупаю ихние воблера или ратлины, или что угодно. Как-то у меня, ну, очень редко что-то ловит. Вот всякие крючочки, застежки у них нормальные. А он с приманками у меня не прет. Кто-то любит, я нет. Поставим за 80 рублей ратлин. Все. Сейчас масть попрет. Наконец-то. Мучился, мучился. Поймал за жопу судака. Ну, за рот-то он не мог. У нас с Вовой спиннингистом-то окуни за жопу клюют. Сегодня судаки. Хе-хе-хе. Отваливайся. Жопогрыз. Это вид такой судака. Жопогрыз называется. Мелкий. И клюет жопой. Хе-хе-хе. Офигеть. Колечко разогнулось. Че за дела такие? Никогда такого не было. Ну, судак или толстолоб. Интересуется. Судак и неплохой. Ушел гад. У меня еще вот такая вот сурека есть. Как называется. Стратег 90С. Сейчас вот его покуляем. Летом на них не клевало. Может, зимой будет. Что у нас там плавает? Непонятно. Наверное, толстолоб. Холодно, однако. Надо кофейка попить. Ну и, наверное, через полчаса, через часик уже должен Макс появиться. Пульт привезти. Не помню, сказал. Нет, он сегодня работает до 10. Ну, а я пока на веревке болтаюсь. Хе-хе-хе. Отвык я уже два года на веревке. Якорь не опускал. Разбаловался. Так, кто у нас тут над коряшкой? Далеко кинул. Пока доеду, свалят. 18 рамиков маловато. Так, рыпсик пока стоит. Ага, вон он рыпсик. Сейчас мы над ним проедем. Не, не реагирует. Не наш рыпсик. Ну и пошел нафиг тогда. Так, наконец-то Макс приехал. Поедем пульт забирать. Есть у него спиннинг с собой? Или он с работы? В форме. Хе-хе. Точечку забил судачками. Было, наверное, штук пять выходов. Но судак не ест, а бьет носом. Такой вот противный. Вот он, этот нехороший человек. Который пульт батареечки говорит. Поменял мне, звонит. Вчера или когда. Такой, батареечки поменял. Все, зашибись. Только не принес его сюда. Тент замороженный был, я не стал скрываться. Кстати, судачки выходы были. Только я их запечатлеть не мог. Потому что меня на веревке болтает. И вообще хуже, чем на этом. На веревке вот в актив таргет смотреть. А, ты якорь веревочный взял, да? Конечно. И это самое. Чего я еще это делал сегодня? Ну, судачки, короче, бодаются. Ну, не едят. Одного мелкого и то за жопу поймал. Надо найти способы. Ну, сейчас поеду, короче. У меня еще часа 3-4 есть. Поплаваю, может, кого выловлю. Я совсем забыл. Макс же мне рыбщиков силиконовых привез от Юми. Он же ездил на фабрику, где делают силиконовые приманки, грузила. В Брянск ездил. Видосик у него есть на канале. И мне там халявы передали. Надо быстренько их положить в машину. Вот такой вот мне ящичек дали. Нормальный такой. Так, никому не дам, я жмот. Обзор приманок будет, ну, дня через два. Ну, вернее, через день после рыбалки. Если будет эта рыбалка. Хе-хе-хе. Все, надо бежать. Судаки ждут. Может, начнут клевать, а не только носом бить. Ну, уже далеко никуда не поеду. Здесь в городе и буду тусоваться. Все, теперь как взрослый на нормальном якоре. Э-э-э. Макс со мной не поедет. Он суток голодный, не спавший, замученный. Ладно, один половлю. Настроение подымается. Сейчас мы вернемся на ту точечку, где у нас судачки били носом. Не всех я запечатлел вам. Холодно. Руки в варежках. Макс такой, я бы говорить не поехал. Ну, ветер, минус 4, стопроцентная влажность. Сами понимаете, какой кайф. Ну, мы не сдаемся. Где-то вот она наша точечка. Вон они наши куряшки. Свальчик. Все. Приехали. Поставим вот такого маленького пикшеда. Сколько он? 13, что ли, сантиметров вроде. Или 12. Не помню. Эсфишинг. На джиголовочке. А то ратлин бодают. Но не едят. Ну, вот какой-то есть рыбчик под нашей приманкой. Интересуется как-то, но не очень. Рядом вон второй. Второй не интересуется. Гады. Ну, ешь. Фиг там. Ну, опустим. Поднимем. Тоже раз уже кто-то бежит и не ест. Так. Поймали еще одного над коряжкой. Ну, надеюсь, врод. Врод. И даже съедобный пикшедика съел. Такой килограммовик. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. От этих пушистых лапок еще никто не уходил. Рабочий пикшедик оказался. А ратлин только били. Есть не хотели. Засранцы. Ну, килошечек, ребят. Иди сюда, малыш. Мы тебя сейчас отпустим. Мы добрые. Ну, а такое вот. Пикшедика. Хапнул. Хорошо так. Хапнул. Как тебя теперь отцепить. И поймешь, как ты тут засекся. Все. Еле отцепил малыша. Пусть гуляет. А-а-а-а. Хе-хе-хе-хе. О, какой рыбчик у нас. На какого клюнуло. Сейчас покажу. О, пикшедик. S-фишинг. Кстати, ребята. Новость. Знаете такой сайт? Грузила НСК. У них, во-первых, появился фиолетовый поролон. Дешевый. Это первая новость. А вторая новость. У них дешевые джиголовки. Там, седьмого, восьмого, девятого, десятого номера. Вот у меня на пикшеде стоит седьмой номер. Джиголовочка. 18 рам. Самый раз. Сейчас поправлю. Подразодрался. Пока доставал. Так что ссылочка будет под видео. Кому надо, приобретайте. Ну, давай. Ноль эмоций. А кто-то здоровый. Два раза ему уже поднос кидал. О, кто-то там пытается теперь мелкий догнать. Выкрутила. О, какая зверюга ползет. Это садки таскает с форелью. Так, ладно. Фиг с ней. С зверюгой. Что тут наши рыбчики делают? Попробуем тут на коряжечках покидать. Оторвал пикшеда. Дергал, дергал под лодкой. Куда-то залез наглухо. Будем отрывать вот такого слага. Как вы заметили, сегодня поролонку ни разу не ставил специально. А то в комментариях пишут, поролон, поролон. Нет поролон, нет рыб. Посмотрим. Говорят, судаки слагов любят. Но у меня маленький. 12, что ли, сантиметров. Или 13. Не, надо дальше плыть. Тут что-то тухло. Вон за слагом кто-то наблюдал. И все. Потерял интерес. И наблюдал очень вяло, кстати. Да неужели. Прошло 48 часов. Повис какой-то судачишка. Ну такой, полусъедобный. Под кило. Я уже домой собирался. Думаю, все нафиг. Хорош. Ну потом думаю, съезжу еще на одну точечку. Ну да. Под кило не под кило. Грамм 800. Малыш. Сейчас достану, покажу. Ну так себе судачишка. Мелкий. Ратвин съел. За 80 рублей. Ссылка под видео. Ловят зимой и летом. Всегда и всех. Раньше у меня цуеки Вика был номер один. Потом они кончились. Потом их спекулянты раскупили. А я нашел вот этого. И ловит он у меня уже. Все лето ловил. И зиму вот сейчас ловит. И стоит 3 копейки. 80-90 рублей. Там на Али цены меняются. Короче, офигенный. Тут такие классные коряшки. Ратлина оторвать. 3 секунды. Ну, в коряшках сидят эти гады. Которые судачишки. Слишком высоко провел. А ну-ка, если скинуть. Под лодкой. Никто не выскочит, не выпрыгнет. Не, надо через коряги тащить. Страшно, но надо. Что там есть? Кто-то бежит, бежит, бежит. А есть будет. Из виду потеряли. Вот где-то, где-то еще пока смотрит. Ну, давай. Капай. Не, не фиг там. Не так весь день. Он еще даже не ушел. Но его еще попробуем в отвес соблазнить. Та же картина. Смотрят. Та же два. Ну, жрать не хотят. Вот, поднимается. Вон их там сколько. Ну, кто-нибудь поведется. И фига. Гаденых. Вон они. Под приманочкой, под лодкой. Славают. А, нет. А, нет, нет. Дальше пиво полетел. Вообще. Хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Вообще. Все. Ушел. Потерял интерес. Один какой-то добегался. Хе-хе-хе-хе. Но мелкий дрищ. Опа. Хе-хе. А большие мимо проплыли. Вот такой только поймался. Иди, колючка. Опять страшная фигня едет. Хе-хе. Ну. О. 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 Все, мужики. Время третий час. Надо валить домой. Как вы поняли, рыба опять козел. Большие судаки проплывали мимо наших приманок. Даже не замечали их. А маленькие. Ну так сопровождали приманочки. Смотрели. Иногда носом били. Штук сто наверное бегало. О. Ну а поймали что? Четыре дрища мы сегодня поймали. Вот и весь результат. Ну надо марта ждать. Раньше марта наверное так и будет. Вот февраль это такой месяц. Ну каждый год одно и то же. Как февраль так вот или пусто или два-три дрища. Больше ничего. Можно было бы конечно окунишек вот этих наловить. Ну нафиг они надо. Не будем мы их ловить. Ладно. Рыбалка состоялась. Читайте описание под видео. Там все ссылочки, промокодики. Ну все как вы любите. Не забыли? Фиолетовый поролон. Недорого. Много. Ну и джиголовки с большими крючками под крупный силикон. Ссылочка в описании под видео. Все. Рекламу толкнул. Всем пока.